Всем привет, снова здравствуйте. Давайте в этом видео рассмотрим, как сделать шлем легионера римского. Загрузим текстуру. Вот так он у нас выглядит. Это вот шлем бойца, не центуриона, просто обычный. Давайте рассмотрим, как сделать. Возьмем, откроем сферу. Так, нажмем Z, отключим круг, вытянем нашу сферу, и все, как обычно, Edit, Make Polymesh. Так, теперь сделаем, давайте сразу, в нашей сфере Dynamesh. Так, вот такая сетка у нас вышла. И теперь поработаем вот с этой вот фигурой, как это все будет выглядеть. Если мы начнем сейчас просто резать, переключимся на резку, вы уже, наверное, знаете, что будет. Все будет вот так вот криво, нас это не устраивает. Поэтому давайте с вычитанием поработаем. Так, найдем сначала, где у нас центр. Вот оно у нас стоит по центру, чтобы это все было правильно. И чуть-чуть развернем. Будем резать вот эту часть. Откроем Append, возьмем куб. Переключимся на куб. Геометрии, Size, уменьшаем его, можем прибавить. Поработаем Move. И вот так вот где-то выставим. Посмотрим, как он у нас стоит, как все это вычтится. Все нас устраивает. Заходим опять в Soft Tool, жмем вот эту клавишу на вычитание и переключаемся на сферу. Делаем Merge Down, жмем ОК и жмем Dynamesh. Вот у нас ровно все вычитело. Все классно. Теперь давайте уже поработаем с картинкой. Как это все будет выглядеть. Вот эту часть здесь приплюснута, вы видите, да? Шлем не может быть круглый. Поэтому в Size давайте чуть-чуть его сплюснем. Так, вот так вот чуть вытянем на верху. И где-то вот так вот чуть-чуть сделаем овал. Вот что-то такое вышло. Нижнюю часть уже можно резать свободно. Нам она, в принципе, сильно не понадобится. Так, все это есть. Так, все это есть. И вот эту часть надо вытянуть вперед. Переключаемся на Moff Topology. Делаем Draft Size побольше. Делаем Draft Size побольше. Ставим X в симметрию. И вот так вот ее чуть-чуть делаем вниз. Уменьшаем Draft Size. И вот здесь вот эту часть надо чуть-чуть округлить. Можно, конечно, сферой вырезать. Но, в принципе, не принципиально. Так, вот чуть-чуть вот так вот делаем. И вот так вот пусть у нас это дело все будет. Теперь давайте сделаем заднюю часть. Вот эту защитную. Как мы ее будем делать? Возьмем, наверное, цилиндр. Возьмем цилиндр. Опять же на него переключимся. Тут немножко сейчас с ним опять поработаем. В Geometry Size. Так, вот так вот сплю с ним. Можно для начала сильно не надо. А вот так вот потихоньку. И выставим так, как он нам, в принципе, должен стоять. Где-то вот так вот. Чтобы он не был большим. Так он где-то сантиметров 10 идет. Все. Вот так мы его выставили. Сделаем опять Dynames. Вот этой вот детали. Посмотрим сетку. Драйв сайз. Переключимся на драйв. И теперь давайте чуть-чуть на прозрачность вот эту клавишу поставим. И чуть-чуть порежем ее. Резать будем Trim Circle. Чуть-чуть выравниваем. Подгоняем. И теперь бока чуть-чуть приберем. Это уже будем делать Trim Curve. Вот этот. Так, это... Режет у нас в эту сторону, где кромка, не забывайте. Так, и вот так вот. Так, вот что-то такое у нас получилось. Теперь мы можем еще немножко вот так ее подобрать. И теперь давайте сделаем модифитоположи. Mirror and Well. Вот такая штука у нас получилась. Теперь с помощью Moff Topology можем ее подкорректировать. Опять же, по симметрии. Вот так вот как-то. И с помощью ротации уже чуть-чуть ее подогнуть. Вот так вот. Многовато. Вот что-то так у нас получается. Можно теперь ее, конечно, еще чуть-чуть корректировать. Симметрию отключим. И вот эти вот бока можно чуть-чуть побольше обрезать. Делаем Mirror and Well. И чуть-чуть вот так вот. С помощью симметрии можно ее, опять же, развести и подогнуть, как нам надо. Можно приподнять. И, опять же, уменьшить толщину. Это слишком толсто. Опять же, в геометрии зайдем. Зайдем в Size. И вот так вот ее чуть-чуть сделаем потоньше. На внутреннюю часть не смотрите. Мы ее потом сделаем пустотелой. Так, когда у нас вот эта вот часть вся есть, теперь надо добавить вот эти вот уши. Уши это у нас будет цилиндр. Опять же, цилиндр. С ним хорошо работает. Многое, что можно сделать. Опять же, делаем динамес, чтобы он резался хорошо. Все, сетка есть. И теперь давайте сначала в Size. Сразу поработаем. Чуть-чуть его вытянем. Чуть-чуть его уменьшим. И ротации чуть-чуть покрутим. С помощью MOV выставляем. Опять же, с помощью ротации все это дело мы выравниваем. И немножко можно опять растянуть. Делать будем одно ухо, вот это вот. А потом будем делать зеркалку. Все это выровняем. Отставим. Ухо, вот вы видите, здесь чуть-чуть вытянутое. Значит, надо его чуть-чуть вот так вот подкорректировать. выставляем. Опять же, Ctrl-Shift. Левая кнопка мыши и Shift выравниваем. И теперь давайте опять порежем ее. Опять же, Trim Circle используем. И опять же, Trim Rect. Trim Rect мы вот так вот убираем ее. У нас остается вот такая вот деталь, заготовка. И теперь переключаемся на Trim Circle. Уменьшаем Draft Size. И давайте попробуем чуть-чуть все это дело маломальски сделать нормально. Вот что-то такое у нас получилось. Можно опять же вычитанием работать. Вот. Все это можно подгонять потом. Все это вот так вот втягивать, корректировать. и с помощью мов загоняем эту заготовку в шлем. Теперь давайте чуть-чуть шлем покрутим, ну, чтобы придать вот этот изгиб, он ровный не должен быть, он тут загранный. И чуть-чуть ротации вот так вот поработаем. И с помощью мов уже корректируем. Вот так вот. Вот у нас ухо ушло слишком далеко. Надо его теперь тоже протации чуть-чуть подкорректировать, как он должен быть вот так высунутый. Он защищает ухо. Теперь все это дело можно подтянуть, где-то подкорректировать, где-то подрисовать. Вот так вот можно чуть увести. вот такой у нас получилось. Чтобы изгиб был более, как, лучше, красивее, конечно, лучше использовать вычитание. Ну, быстрый способ вот такой вот в принципе есть. сверху смотрится более-менее нормально. И вот эту часть давайте чуть-чуть вытянем. Переключимся на шлем. Опять же, делаем дровсайз побольше мофт Аполоджи и немножко вот так по эту часть уводим. Потому что шлем он неровный, не идеален. Делали раньше кузнецы. Вот так вот. все это мы подготовили. И теперь у нас остается значит, какие у нас детали остаются. Вот это вот централка. Центральную можно либо опять же сделать со сферы или с цилиндра или просто можно вот она идет по уху. Доходит на край. Можно вернуть заготовку в предыдущее состояние. И теперь вот так нарисовать. Можно добавить дивайдов Ctrl D. Не бойтесь много добавлять. Это потом можно уменьшить. Не проблема. Так. И вот так мы это дело делаем. Слишком толсто. вот пойдет на делаем Ctrl E. И теперь уже заходим в деформацию и работаем сайзом. Так. давайте посмотрим как все это выгладится. Все это можно выгладить. и теперь слишком большеватая чуть-чуть уменьшим. Вот так что-то у нас получится. Снимаем выделение и сделаем вот эту кромку. Тоже сделаем вот так вот. Она будет побольше у нас пошире выше чуть-чуть уха делаем Ctrl E и опять же сайзом чуть-чуть прибавляем. Вот так вот. Вот эту деталь конечно так делать я не советую. Лучше конечно ее добавить тоже с этого с цилиндра. Вот так вот. Или да с цилиндра вот зайдете включите. Так теперь опять же в геометрии уменьшаем какую нам толщину делаем Dynames можно еще раз Dynames и вот это дело мы просто вытянем вот так и откорректируем вот вот таким образом. вот здесь вот надо будет ровно сделать так что подгоняйте вот так вот 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 можно сделать мир чтобы она уже была ровная а лишнее можно обрезать вот так все то что внутри вот этой пустоты нет я опять же повторюсь все это будет все это мы сделаем так давайте теперь сделаем и тут mirror and well вот так чтобы симметрия была так задняя часть вы видите что она уходит чуть-чуть сужается все это дело так и есть можно просто так для красоты чуть-чуть это все подправить опять же симметрию не забывайте чтобы он не был кривым вот эту часть можно чуть-чуть тоже подогнуть вот так вот эту часть вы видите что она немножко туповато должна быть и давайте мы это дело все тоже так и сделаем вот в таком духе так ну внешний вид вроде более менее можно вот эту часть теперь сгладить если не гладится не забывайте brush симпулс и спойлинг продвиженную тачу вот так все это смягчим потом все это еще сделает ZRMS Dynamesh и теперь заднюю часть давайте подкорректируем сделаем первую часть вот тут три полоски можно опять же работать экстрактом вот этим а можно просто если вам так подойдет то можно просто сайзом повытягивать и потом все это делать смягчить первую прибавляем побольше смотрим как она стала и теперь к ней будем добавлять еще две выравниваем опять же делаем еще одну полоску так она получилась у нас чуть-чуть мелковатая вот так вот сделаем опять control и опять же добавляем но уже чуть поменьше чтоб она ступенькой была вот так вот и добавим еще третью это вот можно чуть-чуть уже вот так так ну вот такой у нас вид чуть-чуть развернем наш шлем вот так смотрим как у нас тут все получилось можно теперь добавить клепки клепки это вот здесь вот можно взять вот в этой кисти или вот тоже кисть тогда вот они были ровные жмем на М и можно их в принципе потом если сгладить или просто сделать свои клепки одну добавляем сюда так это уже эти клепки-то гайки пардон сделаем другую возьмем кисть вот эту и посмотрим что она нам даст ну вот в принципе клепка есть и одну клепку можно вот сюда вот поместить вот так снимаем выделение теперь все это давайте объединим жмем Merch Down вот такой у нас получился шлем над деталями можно еще конечно поработать добавить текстурки поработать вот с этими альфой седьмой с восьмой вот восьмую если возьмем альфу то можно уже переключиться допустим вот на эту и вот так вот поработать с интенсивностью и вот так вот потихоньку нанести типа ржавчины вот так вот так и теперь добавим Append сферу переключимся на нее включим первый наш Subtool с которого будем вычитать включим прозрачность и немножко поработаем с деформацией где-то уменьшим где-то с помощью мофта Apology можно ее подтянуть смотрите чтобы стенки вот эти были полностью не тонкие это вот такой вот способ конечно кому подойдет кому нет есть второй способ тоже с помощью Dynamesh все это дело удалять сейчас я вам объясню как все это делается смотрим толщину стенок делаем затыльную часть тоже вот так вот побольше смотрим чтоб не вылезало ничего переборов чтобы не было если у вас на модели она будет и вам это не принципиально в принципе делать не обязательно ну давайте посмотрим поднимем теперь этот Subtool к верхнему отключим прозрачность посмотрим что тут да как поставим минусовку вот эту вот и теперь сделаем Merged Down и сделаем Dynamesh weaker уменьшаем Drawf Size вот мы смотрим что у нас получилось в принципе стенки еще толстоватые можно еще раз повторить уменьшение где-то можно погладить вот эту часть посмотрим на поле группы и уже можно где-то лепкой где-то какими-то кистями ее уже доработать верхнюю часть вот эту можно сделать гладкую чуть уменьшить даже ну вот что-то такое получилось быстрый способ как щитки делать не знаю надо объяснять не надо опять же это можно взять с куба добавляем куб делаем ему опять же дай нам с делаем ему обрезку и вот с этой обрезки уже можно делать вот эту часть ее можно нарисовать и сделать через экстракт а можно просто с помощью вот этих вот кистей обрезки ну допустим вот заднюю часть мы вот так вот обрезаем потом здесь округлим здесь делаем вот так и здесь делаем вот так режет видите как не очень где-то можно повторить это можно использовать опять же вычитание и теперь можем сделать с помощью вот этой курвы использую альт он закругляет по прошлом видео наверно в курсе и вот с этой модели уже можно принципе что-то придумать можно и чуть-чуть всплеснуть можно чуть сделать толще и вот так вот уже получается деталь потом можно после обрезки поменять и поле группы сделать одну и с помощью move topology в принципе уже можно и тут корректировать вытягивать где-то подгонять где-то делать меньше где-то больше где-то сглаживать и потом с нее получается вот этот вот щиток его чуть-чуть надо уменьшить это слишком он маленький уже вот этот щиток лучше подгонять конечно на модели возьмите готовую голову и уже по ней к ней тут уже представлен представляете делайте так что вот и можно и чуть-чуть ротации вытянуть вот так вот и с помощью move подогнать верхнюю часть можно обрезать и немножко опять же подтянуть вот такой шлем легионеров получается все классно и давайте теперь посмотрим как он будет выглядеть теперь на модели задним щитком можно еще чуть-чуть поработать в принципе объясняю быстро тоже вот так его можно чуть-чуть сделать по округли где-то можно чуть-чуть вдавить снизу так вот чтобы он шею не корябал и теперь давайте посмотрим как это все дело будет выглядеть эту модель я сохраню а готовую модель уже откроем вот такой шлем получается раскрасил я конечно его тоже так на скорую руку надо найти текстуры хорошие и вот так все это дело подкорректировать вот так в принципе все это выглядит если вы захочете сделать шлем центуриона там чуть-чуть есть изменения вот в верхней части вот в этой там козырек такой есть у одних он стоит лицом сюда развернут а у других вот так вот он сделанный в эту сторону тоже там по званиям по всей фишке этой вот такое дело может получиться все всем пока до свидания если что то интересно по каким-то предметам или еще что нибудь пишите запишем запишу видео посмотрите может кому чего пригодится и и Продолжение следует...